Пострадавшую от наезда внедорожника на толпу людей девушку, жительницу Полевского, врачи обследуют после окончания последнего екатеринбургского матча футбольного чемпионата мира. Такое обещание дали в больнице Полевского мужу 21-летней Анастасии, Алексею Юсупову. Трое суток пострадавшая остается в тяжелом состоянии под присмотром фактически одних медсестер и дежурного врача. Накануне ТАУ рассказала о страшной дорожной аварии, произошедшей в городе Полевском утром 24 июня. В толпу людей, отдыхавших с пивом возле круглосуточной точки после Дня молодежи, въехал внедорожник Land Cruiser Prado, за рулем которого был 48-летний Дмитрий Курницкий. В прошлом сотрудник органов внутренних дел, ныне официально безработный. Курницкий находился в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Последующее освидетельствование показало более одного промилле. Сам мужчина заявил, что перепутал тормоз с газом. Однако очевидцы утверждают, что это была осознанная попытка убийства. Незадолго до этого он поконфликтовал с молодежной компанией на этом самом месте и пригрозил подавить их машиной. Исполнил свою угрозу Курницкий уже после того, как весь состав отдыхающего крыльца магазина «Перекресток» поменялся. Всего Land Cruiser зацепил не то пятерых, не то шестерых человек, но наиболее серьезно пострадали две девушки, сидевшие на крыльце, в которое врезался Курницкий. 23-летняя Юля и 21-летняя Анастасия. У Юлии порвано ухо и контузия первой степени, плюс многочисленные ушибы. Повреждения Анастасии до сих пор не диагностированы, что выводит из себя ее мужа Алексея. По словам мужчины, его жену рвет трое суток подряд. Она не может встать с постели и жалуется на головную боль, но никаких диагнозов ей не ставят, так как нужна компьютерная томография. Отвести ее на обследование в Екатеринбург обещают только завтра, после окончания игр футбольного чемпионата. Что еще возмущает пострадавших, это отсутствие каких-либо следственных действий со стороны полиции. Происшествие, которое можно было бы квалифицировать как попытку массового убийства или даже теракт, по-прежнему расследуется ГАИ. Пострадавших девушек никто не опрашивал, а сам Курницкий, сдав в ГАИ права, тем же днем вышел на свободу и даже не пытался связаться с покалеченными им людьми, чтобы предложить хоть какую-то помощь.